Стимас, Четвертый тень Республики Молдова, уважаемые граждане нашей любимой страны, в воскресенье 15 ноября мы должны с вами голосовать за следующего президента Молдовы, за следующий символ Республики Молдова на ближайшие 4 года. Почему я говорю, что мы с вами должны голосовать? Потому что многие мне писали, что их не устраивает ни один кандидат, ни второй. Вторые мне писали о том, что их запугали тем, что закроются русские школы, в течение года-двух будет у НИРа и прочий бред. Четвертые мне писали о том, что нас разделили и сегодня страна поделена на две части, за проевропейский, за европейский союз и за сближение с Россией. К сожалению, все мои самые худшие прогнозы оправдались. Во второй тур прошли кандидаты, один из которых занимается только той ложью, лицемерием и подлостью, которой, в принципе, занимался все эти 4 года. Я поражен тем, что многие люди, особенно те, кто живут в селах, подвержены влиянию фейковых СМИ, всяких бросов, монтажей и прочих вещей, и из-за чего мне стыдно за то, что у нас именно вот таким образом происходит подготовка ко второму туру президентских выборов. Я поражен тем, что многие граждане нашей страны, вместо того, чтобы объединиться и для себя понять, что в воскресенье мы должны голосовать за каждого из нас, что в воскресенье мы должны голосовать за перемены, что в воскресенье мы должны с вами голосовать за досрочные парламентские выборы, для того, чтобы разрушить этот бордель, которым является сегодняшний состав парламента Республики Молдова. Я очень сожалею о том, что очень многие граждане нашей страны ведутся и верят к какому-то вымышленному злу и не смотрят реально не на те обещания, которые даются на ближайшие четыре года, а не готовы даже проанализировать, что у нас было в течение последних четырех лет. В течение последних четырех лет президент Дадон стал человеком, который стал стопроцентным символом коррупции, стал человеком, который перенял все худшее, что досталось ему по наследству от Плохотнюка, и самое страшное заключается в том, что он не только сохраняет худшее, что осталось в Молдове от Плохотнюка, но пытается еще все это приумножить. Я неоднократно говорил о том, что сегодня те репрессии, которые касались до сих пор лишь только меня, они перешли любые красные линии. Вы все знаете, что мне было 23 года, когда я уехал на заработки в Москву, так как уезжали и уезжают, просто тогда уезжали десятки тысяч граждан, сегодня Молдову покидают уже сотни тысяч. Я всегда был и являюсь человеком, который живет с жизненным девизом «Сила в правде». За эти годы меня пытались одни сломать, вторые сделать ручным, третьи уничтожить. Я был тем человеком, который делал все возможное и невозможное для того, чтобы уничтожить режим Плохотнюка. Да, я, к сожалению, не находился вместе с вами в Молдове, но, поверьте мне, я проводил огромную работу. Сегодня мне стыдно за то, что многие люди, которые боролись со мной плечом к плечу, сотрудничали со спецслужбами разных стран мира для уничтожения этого преступного режима и ликвидации именно ОПГ Плохотнюка, сегодня пошли по очень подлому и грязному пути. Я говорю сейчас не про настоящих офицеров, и сейчас я говорю про представителей спецслужб Российской Федерации. Я говорю сейчас не про хороших офицеров, которые там работают в МВД, я не говорю сейчас про нормальных людей, которые работали или работают сегодня в ФСБ и других ведомствах. Я говорю сегодня о негодяях, имена которых я хочу, чтобы услышал весь мир. Сегодня, когда нападки в мой адрес продолжаются уже который день, то, что они были в первом туре, то, что эти нападки использовали на местных выборах в прошлом году, я к этому относился с улыбкой. Но когда репрессиям подвергли близких мне людей и настоящему террору, это является единственным аргументом, почему я дальше не буду молчать. Я всегда был человеком, который знал, что все, что я делаю, я делаю на благо нашей страны, я делаю на благо Молдовы. Но когда в центральном аппарате ФСБ появились просто негодяи-подонки, которые хотели сделать меня ручным, перед этим пытались сделать меня контролируемым. Люди, которые решили, что они могут решать не только мою судьбу, а судьбу нашей страны, это привело к тому, что в 2018 году, после того, как в присутствии моих родителей были организованы обыски у меня дома, значит, я уехал из России. Я хочу со всей ответственностью заявить, что я люблю с детства Москву, я люблю российскую культуру, у меня в России очень много друзей. Но личная неприязнь ко мне со стороны некоторых подонков, оборотней в погонах, по-другому их не назовешь, привело сегодня к тому, что избивают моих друзей за то, чтобы они на камеру наговорили на меня какие-то гадости. Не так давно для профилактических работ и для того, чтобы мне передали привет, чтобы я молчал, задерживали в одном из аэропортов Москвы даже мою родную сестру. Мои родители, которые всю жизнь были учителями, они стали свидетелями того беспредела, который творился у меня дома в Москве. Сегодня я вам хочу сказать, что эти люди, они не просто пытаются расправиться с Ренатом Мусатом, они не просто вместе, уже договорившись, скажем там, с Додоном, начали разрабатывать какие-то совместные акции по уничтожению моего имиджа. Они сегодня пугают уже детей, которые являются студентами в Москве. У меня есть друзья, у которых дети учатся в России, к которым приезжает один из негодяев из ФСБ и говорит о том, что так и так, передайте там папе привет, передайте там Ренату Усатому привет, как бы все это очень плохо закончится. Я хочу сегодня, чтобы весь мир и в первую очередь те, которым они каждый день писали все это время доносы, те люди, которым они отправляли материалы, которые просто вкладывались в существующие уголовные дела, для того, чтобы запачкать мое имя. Сегодня в пятой службе ФСБ России есть такой заместитель начальника департамента, генерал-майор Милютин Дмитрий Витальевич. Про него в интернете не так много написано, но могу вам сказать, что это человек, если он дошел до того, что является генералом ФСБ, а кличка ФСБ у него мерзавчик, сами делайте выводы, что про него думают его же коллеги. Когда один из его лакеев, так называемый исполняющий обязанности молдавского отдела Солоха Валерий Викторович, занимается тем, что избивает сегодня граждан Молдовы в Москве за то, чтобы добиться какой-то очередной грязи или фабрикации какого-то нового уголовного дела. Когда молодой паренек, который сидел у меня в предбаннике, а именно капитан ФСБ Максим Громов, сегодня каждый день, будучи чаще всего нетрезвым в состоянии, продолжает сегодня угрожать работникам полиции, конкретно Следственным департаментом ВД России, что есть санкции с самого верха фабриковать дела у Сатома и так далее. Но имена этих героев, и о них мы поговорим в следующий раз более детально, не хочу долго задерживать ваше внимание, сегодня привело к тому, что человек, которого при Плохотнюке все молдавские СМИ привязывали каким-то образом ко мне, к финансированию нашей партии, это Гриша Кармалак, которого больше знают как болгар. Просто Гриша каких-шестерка сегодня принимает участие во всех этих противозаконных действиях, мягко скажу это так. Я сегодня хочу заявить со всей ответственностью, что товарищи оборотни ФСБ, я не знаю, Гриша Кармалак, как к тебе уже обращаться, да, после того, как ты стал, так же, как и Горбунцов, вечным свидетелем и готов давать показания против кого угодно, писать что угодно, лишь бы сохранить свою необходимость служить этим негодяям. Вы перешли черту, начав репрессии, физические репрессии против близких для меня людей. Я со всей ответственностью заявляю всем вам, что если с данной минуты еще с кем-нибудь из близких людей, из сторонников, из активистов что-нибудь произойдет, вы за это ответите по закону. Вы за это ответите по закону, потому что тот беспредел, который вы творили и творите, он должен быть наказан. И вы будете наказаны. Я понимаю, что сейчас Милютин возьмет ручку и бумагу и начнет стращить очередной какой-то лживый доклад, так же, как после моей пресс-конференции, когда я призвал всех голосовать против Додона, что усатый продался американскому посольству, Западу и так далее. Вот вся эта бредятина, которую вы подготовили в СМИ, то, что вы запугали Жириновского, некоторых политических аналитиков, вы просто сегодня сделали то, во что я, если честно признаюсь, я не верил, что вы это сможете реализовать. Но мне абсолютно без разницы, что вы придумали и что вы придумаете и сфабрикуете дальше. Меня беспокоит то, что сегодня вы просто как негодяи-террористы начали уничтожать людей из моего окружения. Вы должны были все понять в 2018 году, что я не буду никаким ручным. Вы должны понять, что отправив людей в Молдавию несколько дней назад и кое-кого отправив сегодня ночью, якобы там для расправы со мной, у вас ничем не закончится. Я хочу вам сказать, что мы сегодня живем в 2020 году. И сегодня мне очень жаль, что многие сотрудники МВД в России, с которыми мы разрабатывали ни одну криминальную группировку, сегодня вынуждены молчать. Мы всю жизнь боролись с такими, как те, которые пытаются в последние дни на расстоянии тысячи километров запугать и избивать людей из моего окружения. И поверьте мне, что наступит день, когда вы в том числе и по закону в России перед судом ответите за все ваши и бывшие и нынешние преступления. Мы должны с вами понимать, что есть сегодня огромный интерес не просто демотивировать тех людей, которые проголосовали за меня в первом туре, выйти на выборы, а идет самая страшная пропаганда в истории всех выборов для того, чтобы одних людей оставить дома, вторым как-то дать понять, что нужно идти голосовать для Додона, потому что сегодня и у этих негодяев, которых я перечислил в Москве, и у самого Додона истерика, потому что они проигрывают эти выборы. Они проигрывают эти выборы, потому что люди больше не хотят жить во лжи, люди не хотят больше видеть во главе страны кулек. И сегодня все эти ваши запугивания и попытаться разделить граждан страны на запад и восток, на пророссийских, проевропейских, прорумынских, значит, ответ всему этому будет дан в воскресенье вечером. Я вижу, как благодаря общениям с негодяями, которых я фамилию назвал, значит, сегодня вы видите, какой смелый стал у нас пока еще сегодняшний президент Додон, который уже помимо уляка доктора, сильного коррупционера, стал уже у нас и уляка боксером. Я хочу сказать, что Додон, ты ничего абсолютно не стоишь без этих негодяев. Да, им нужен такой кулек, как ты, ручной, послушный, а за тебя они будут делать всю грязную работу. Мы должны выйти в воскресенье с вами на выборы и проголосовать против коррупции, против кульков. Мы должны с вами проголосовать за перемены и показать всему миру, что в Молдове начинается другая жизнь. Другая жизнь, которая, безусловно, улучшит не только состояние дел в нашей стране, а и поможет всем тем нашим сотням, тысячам граждан, которые покинули страну, вернуться домой. И для них появится какой-то просвет, что в Молдове теперь будет все по-другому. Я хочу обратиться сейчас также отдельно к бельчанам, к жителям города, мэром которого я являюсь. Дорогие бельчане, я видел уже в соцсетях все фейковые ролики, все листовки, которые раздают по домам. Я видел и вижу, что у многих у вас в глазах смятение, потому что вас просто пугают лживыми новостями, вас пугают тем, что исчезнет страна, запретят русский язык и так далее. В отличие от Додона, я все эти годы боролся и буду делать все для того, чтобы сохранить не только русские школы, а сохранить в нашей стране все, потому что у нас многонациональная страна. У меня нет пустых обещаний, как у Додона. У меня есть сегодня к вам огромная просьба просто задуматься над тем, что происходит, потому что так, как оно происходило в стране до сих пор, в таком хаосе мы дальше просто с вами жить не можем. Я хочу, чтобы вы все понимали, что мне тоже было очень тяжело в 2018 году, когда мне нужно было выбирать, когда мне говорили, что отнимут бизнес, когда мне говорили о том, что я стану фигурантом существующих против разных преступников уголовных дел. Я понимал, что против меня будет агрессия и атака невиданной силы, но я выбрал, я не поставил для себя в приоритет какие-то свои личные интересы. Я поставил в приоритет интересы всех граждан нашей страны. Я хочу, чтобы вы понимали, что от вас, бельчан, зависит то, как мы будем жить в следующие четыре года. Как мы будем развивать не только наш город, а зависит то, как мы будем развивать нашу страну. Я хочу, чтобы то же самое понимали все граждане нашей страны, что только вместе, только объединившись, мы сможем уничтожить эту мафиозно-коррупционную систему. Вы все должны понимать, что когда война, на войне ни один полководец, солдат не делит на украинцев, молдаван, русских, румын, гагаузов, болгар. Все солдаты объединяются ради одной идеи, ради уничтожения главного зла. И я считаю, что объединившись с вами, мы сможем это зло под названием кулёк и под названием главный лжец и коррупционер страны Игорь Дадон, это зло воскресенье, будет нашими с вами голосами уничтожено. Я уфака кума унапел лотосчета тени Днерепублика Молдова, штилку фарти мулц, ну ворсая соловод, к нулеплачу кандидату Савалту. Льто неopтит в captivав 때문에 фейк-биле, публики, публики мизortев, deine стрима, из robotic good идти несколья, а ради мотора Collection уменьшено уничтожено. Сегодня, вы знаете, вы с вами, что я делаю, что я делаю, это злоя, а этот системный мафиот и коррупный. Я делаю, что никогда не были фанами до Майя Санту. Но сегодня мы должны закончить с коррупцией, с коррупцией и с теми мизерили которых возникают в РФ. Молдова. И поэтому мы все-таки, с вами, должны идти на вывод. Я хочу, чтобы вы были виноваты, если мы живем еще 4 лет, так как мы живем, или после 15 ноября начнем, когда мы живем еще раз, когда дети не говорят, когда дети не говорят в Skype с родинцами, начнем еще раз, без группы, без контрабанды, и, в том числе, в которые были в Молдове, я хочу сказать вам, что я у вас был, по-моему, в истории моей жизни, в истории моей жизни. Возможно, что я прошел, в том числе, в том числе, в том числе, я уверен, что, не верно, никто не прошел из полицейских, и я надеюсь, что никто не прошел Принь че я прошел и мне, в последние 10 дни. Мне, когда я знал perfect, что не только у меня были университеты, которые у меня были на логе, не только у меня были и уже уехали в Республика Молдовы, и что-то, 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 что-то мгновенноthat... И люди, я дам не покажут, что-то, опять же, я об Владимиръ, не стучи никакого, Продолжение следует... 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 Вы используете эту мерзость, которую не понимая, как до сих пор не сел в тюрьму Горбунцов и многое другое. Таким образом, вы не просто отдалите граждан Молдовы от России, а вы сегодня просто начинаете строить между нами стену, и я считаю это абсолютным идиотизмом. Я понимаю, что ввиду того, что сейчас многие приезжают международные наблюдатели в нашу страну, многие эксперты наблюдают практически все страны мира за Молдовой, я хочу обратиться к тем наблюдателям, которые прилетели из России для того, чтобы мониторить наши выборы. Зайдите лучше ко мне завтра, и мы с вами понаблюдаем и обсудим про вот этого Милютина, Солоху, Громова и всех этих негодяев, которые, прикрываясь тем, что они один капитан, второй полковник, а третий генерал ФСБ занимается всем этим беспределом. Вы никогда не лишите меня желания любить Москву, я ее люблю с детства, будучи советским школьником. Я понимаю, что в ближайшее время, возможно, я туда не смогу приехать, но вы все должны понимать, пока есть в России такие негодяи в спецслужбах, нам реально просто говорить не о чем. Я всегда буду выполнять волю граждан нашей страны, а не волю каких-то негодяев. Я сегодня еще раз делаю на пел лотос. Порок фрумоз, оставим на партии все суперерли, все эмоции, все эмоции, все эмоции, все эмоции персонали. Порок фрумоз, оставим на партии, все эмоции, все эмоции, все эмоции, все эмоции, все эмоции. Растас требует с испуним, ну, с испуним, ну, очистить, очистить карикатурь, не шнушкум с испуном. Репрессиями никто никогда ничего не выигрывал в длинном. За счет репрессий, которые сегодня проводятся против меня, можно выиграть бой, но невозможно выиграть войну. Проанализируйте всех лидеров стран, средних, мелких руководителей, которые хотели чего-то добиться репрессиями. Это для всех всегда заканчивалось очень плохо. Я иду голосовать в воскресенье за досрочные парламентские выборы, за слом мафиозно-коррупционной системы, за перемены против кулька и против всех негодяев, которые нашу страну хотят поставить на колени. В оккуприн пятоц мы не есть из его тачерей, астас кутоцей им воззут маршрут для луи-додон, и им парик маймут, парк ел маймут, суаранжат пентруденцу ништь проходи, а нынти апплекадием функции депрешиденте. Это просто были абсолютно циничные проводы. А вот эти оляко-боксер, оляко-каратист, оляко-доктор, оляко с яйцами из-за тулей и так далее останутся в истории. И надеюсь, что это будет на этом печальный и грязный страница в истории нашей страны закончится. И мы с вами будем жить по-другому в хорошей, развивающейся, цивилизованной стране. Все те, кто приехали там якобы за мной, и то, кто сегодня ночью, в предыдущие дни, если что, приходите в центральную офису по Бакуреш-17. Всем хорошего вечера, пока. Не нужно терять самое главное желание добиться перемен. И мы с вами вместе их добьемся. Всех обнимаю, хорошего вечера, пока.